В 99-м годах, и в 99-м здесь, в Киеве, возле Михайловского заверка монастыря, там на территории, сняли тогда программу «Угол» с моим участием. Если что, можно на ютубе посмотреть, там «Атир Сергий» в программе «Угол» 99-й год. И вот там и Саша еще помоложе, и я там еще помоложе, значит, и мы там вместе общаемся. Интересная такая получилась, очень интересная программа, до сих пор интересно будет пересматривать. И у меня куча друзей появилась через эту программу, еще больше врагов, вообще всего. Знаете ли, но чуть погодя, после этой программы, где-то через год, я уже начал полное служение такое, именно реформаторское, такое евангельское православное служение, обновленческое такое. И вот тогда в программе, когда вот записывали на территории Михайловского монастыря, сказано наверху, знаете, Алекс тогда, вот Саша, да, Шевченко, он сказал мне, вот расскажи, говорит, вот именно свое свидетельство. Мы дальше уже, ну составим программу, что нужно, отрежем там, как положено. Но ты расскажи вот свое свидетельство. И я рассказывал о некоторых вещах, но сегодня вот просмотрел, и, знаете ли, как-то особенно вот вспомнилось, вот то, что я рассказывал, и с вами хочу поделиться этим. Тогда я был молодым человеком, который попал в советскую армию, значит, и... Меня могли бы не брать в армию, но папа меня туда устроил, будем так говорить. Да, у меня была срочка, и, в общем, могли даже не брать в армию, но он настоял там, и как бы в жесткие такие условия меня поместил. Но он мне сказал такие слова, как на путьстве, почему я должен в армии служить. Он сказал, что все вот эти вот, то, что мой поиск Бога, там, и вера, от того, что в армию не служил. Он сказал, что в армию пойдет, там из него всю религиозную дурь вышибут. Так он маму утешал мою. Да. И говорит, вернемся нормальным советским человеком. Значит, а я, дело в том, что еще даром я начал уже, ну, служение в церкви. Ну, читал, пел там, ну, певчим. Певчим, в группе проставлений, будем так говорить. В группе проставлений. Но там у меня проставление было, я батюшку не поставил, лидером группу проставлений. Значит, там, регентом, значит, но, хотя я музыкальное образование не имею, но я просто любил песни всегда. А здесь в джазе только девушки. Да, только одни бабушки, вернее. В джазе только бабушки. Самый молодой моей подопечный был 65. Самый старший был за 90. И она была почти глухая. Но самое интересное, как она попадала иногда даже в тему. Я по своей, как бы, неопытности один раз во время служения решил сделать ей, как бы, ну, замечание, чтобы она, как бы, ну, она на весь храм. А-а-а! А-а-а! Пускай поет, как может. А-а-а! И вот, не, ну, бабушки меня любили. Я люблю бабушек очень. А-а-а! Первый парень на деревне. А-а-а! Вот, да. Село Лепешкино, Орловское там области. Вот. И, ну, конечно, значит, думал, буду монахом, получается. Вот, значит, и тогда, ну, 80-е годы, особенно молодежи в храмах не было вообще. Ну, где-то там, может быть, в столице, да, в Москве, там, в Ленинграде, там, но так вот в провинции никого не было видно. Молодежи, наверное, думаю, моя судьба быть монахом. Буду монахом. Хорошо, нет проблем. Вот. И, и, вы знаете, а мое вот желание служить в церкви было того, что я хотел очень служить Богу вообще, как таковому. Вначале с живописью. Я художник по своему образованию, но церковному моему. Моя специальность – художник-оформитель. И я мало был разговорчик по жизни всегда, я больше мог изобразить то, что я чувствовал, понимал, переживал. Это, знаете, как для музыканта, ноты, звуки эти. Для художника это краски, это линии, это образ, импрессия, впечатления. И я жил этим. И для меня это было средством, каким я мог Бога прославить. А с Богом пережил я встречу в раннем возрасте, в 12 с половиной лет. Я просто умер тогда от пневмонии двусторонней. Врачи не смогли сделать ничего, но как бы и, слава Богу, как получилось. Все в лучшую сторону. Вот. Я умер от двустороннего воспаления легких. Оба легких отекли и констатировали смерть мою. Но смерть моя была недолгой. Слава Богу, я очень быстро вернулся. И вот в короткий промежуток моей смерти был мой первый опыт знакомства с Богом. То есть я был перед ним. То, что рассказывают люди. Ну, я только не знал всего этого, конечно. Я вырос в семье атеистической совершенно. Мама, папа вообще никак Бога не знали. По матери у меня большая очень родня. Огромная. Ибрагимовы, Ахметовы. То есть татарская семья. По матери татарин. Значит, и из казанских татар. Мещерские. И, знаете ли, это огромное. Но все мусульманское наше, нашей семьи огромное. Оно было лишь в обрезании, подмывании. Ну, не знаю. То есть вообще никакой религии не было вообще. То есть это просто советские были мусульмане. Не верующие все. Как бы да. В принципе, да. Вот, значит. По отцу моя еврейская семья. По отцу я еврей. Но отец мой, он и отцовская семья. Она еще более безрелигиозна была. Вырос я русским атеистом. Просто вот. Знаете ли? И, значит, и о Боге не знал никакой информации. Ни хорошей, ни плохой, никакой. Знаете ли, блаженны молодые люди, которые вот с детства, они что-то о Боге знают. Но я не знал даже элементарно. Вообще даже, что он существует. Вот до момента моей смерти не знал ничего. И поэтому смерть была очень такая, ну, как бы страшная, конечно. Я понимал, что я умираю. Уже последние те, может, секунды я понимал четко, что я умираю. И мне было так обидно, это не передать. Это горечь такая, такая обида такая, что природа несправедлива, что вот я жил или не жил, что вот сейчас все. Я понимал, что сейчас меня выдавили окончательно. Меня выдавали бы из тела. Я же не знал. Мне же не говорили, что я умираю. Это все так вот врасплох застало меня абсолютно. Никак не говорило о вечности какой-то там. Ни мусульманской, ни еврейской, ни тем более христианской. Никакой теологии у меня не было, представления никакого не было. Никакой боги. Вот, и, то есть, как вот люди говорят, некоторые, что человек умирает, он там видит, что он при жизни знал, во что он верил, там, около смертный опыт, это, возможно, и такой опыт, но уже смертный сам опыт, он не такой опыт совсем, то есть там, ну, порой даже не важно, во что ты верил и как ты что-то знал на этой земле, совершенно не важно, вот, или не знал, вот, там все знаешь сразу. Одним словом описать то состояние, это понимание, то есть я все понимал сразу, вот, конечно, чувствовал себя очень отвратительно, я просто опозорился так, настолько перед Богом, хоть провались, знаете, такое ощущение, я знал, что это Бог, кто мне сказал, я на сих пор не знаю, или я сам догадался, что это Бог, я не помню, не могу писать его точно, но это вот любовь, это взгляд, который вот настолько любящий, это не мама, не папа, это, 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 это не собака моя, мне нечем было сравнить абсолютно, у меня была собака, которая за меня могла жизнь отдать, вот, я точно знал, вот она так смотрела, меня все время облизывала, вот так смотрела, вот скажи ей, что вот сейчас отдай свою душу за меня, она даже не спросит, зачем, а почему, а что будет, вот просто возьмет и сразу отдаст, вот такая была собака, настолько она такая прям была, ну, потом она умерла, и я так переживал очень, вот, и, ну, вот, я запомнил вот этот ее взгляд, вот, ее такой преданный был взгляд, это потрясающе, Я много собак разных видел, но вот ее взгляд, вот помню Удивительно, я считаю, что даже Бог смотрел через нее даже тогда на меня Вот мне еще было 4 года, 5 лет, но вот знаете, Бог может смотреть и через ослицу, через человека, через животное, через птицу, через что угодно Вот, и интересно, вот тот взгляд, он был больше, чем у той собаки моей Больше, вот даже не надо спрашивать его Он сразу отдаст все, себя полностью за себя, моментально, даже без всяких вопросов Вот, настолько он любящий, ни с мамой, ни с папой, ни с чем Я, а я опозорился, я, представьте, я, ну, видел свою жизнь, это как можно кино, не кино, но тоже видишь Все сразу при том, и все понимаешь Я просил прощения, чисто интуитивно, знаете, просто понимал, что, как бы, мне плохо Что я чувствовал себя самым плохим мальчиком, подружим на этой земле Мне казалось, хуже никого не было, вот так вот Просто просил прощения, потому что я жил только для себя А там это самое плохое, что можно было убедить Хотя чисто по-человечески я был хорошим мальчиком, там, в школе хвалили, дома хвалили, везде только хвалили нас, но с братом Но я там видел совсем по-другому вообще Просил прощения, и он простил меня, это точно знал я Но я не то, что я знал, я это видел, то есть это чисто вот перед собой, как будто рука стирает с доски, допустим Только вот стирает уже насовсем Вот такое ощущение, что спроси его, у него такой взгляд был, сейчас уже мало помню это, но иногда бывает, что вспоминается что-то И вот, но такой был взгляд у него, что вот спроси, казалось его, Бог, а помнишь, было вот то-то и то-то Такое ощущение, что он скажет тебе, ну о чем ты вообще, вот как бы То есть вот полностью, знаете ли, вот удивительно, конечно Это все хорошо, но одно нельзя было стереть никак Оно было во мне в самом, уже не в этом кино, а во мне самом Такая тоже, как горечь, не горечь, но тоже вот такое огорчение такое было, что обиды какая-то тоже Думаю, надо же, если бы я знал, что Бог есть, если бы я знал, ну хотя бы приблизительно, что вот однажды я буду перед Ним, так вот я позорюсь Думаю, как бы, и снимают какие-то камеры там скрытые, допустим, да Как бы я вел себя, вот как бы, что бы я сделал, я что-то другое бы сделал бы Но, и вдруг я понимал, что я буду жить, ну извиняюсь, я подробно рассказываю, но как бы, ну вкратце Он простил меня и вернул меня А еще как, сверху, значит, еще одно чудо было Когда я умирал-то от того, что оба легких моих отцекли, это очень болезненно И я как-то свистел, хрипел при любом вздохе и выдохе А здесь, когда я вернулся, я дышал ровно, ничего не болело И когда врач попытался маме объяснить моей, что вот, ну возвращение мое Что, мол, это, видимо, скрытый резерв организма, как бы, второе дыхание, как бы, значит, организма Но, знаете ли, очистку об двух легких вторым дыханием невозможно было объяснить никак Как может второе дыхание организма, скрытый резерв, очистить оба легких сразу? Что это невозможно Умереть от того, что оба легких отцекли, значит, а вернувшись, моментально оба легких чисты Такого не бывает вообще Поэтому это никакое не второе дыхание организма Моего не было уже никакого организма, никакой силы не было Это Бог мне вернул И, но там, находясь еще, я пообещал, что я буду, если буду еще жить, то какие-то картины буду писать, такие рисовать Чтобы люди смотрели на них и лучше становились Вот, и это очень ему понравилось У него без того очень такой был радостный взгляд такой, такой не передать просто А здесь еще радостнее, хотя представить себе, что он еще радостнее бывает, невозможно было Но он еще радостнее как-то стал Вот, то есть ему это очень нравится Когда мы что-то для других людей делаем Это мы, тем самым, немного похоже для него становимся просто И он очень это, ну, очень любит, видимо, это И вот, и, и вот, да, поближе к делу Значит, попал я, когда уже в Советскую армию Вот я хочу что-то рассказать там Тоже как раз я это, и Саше Шевченко в этой программе рассказывал как раз Знаете, первых полтора года было такой спокойной службы, более-менее спокойной службы И я даже и в храм местный ходил И, хотя коммунисты, офицеры, коммунисты были Но многие из них были, как я сейчас понимаю, они, может, даже тайны верующие Или, ну, по крайней мере, они искали Бога Я там очень многих офицеров снабдил там новыми заветами Тогда был большой дефицит, по 25 рублей Тогда, значит, и то по главу лишь можно было достать Вот, и я доставал, значит, у местного священника эти новые заветы И снабжал им наших офицеров И, но, и фактически каждое воскресенье, суббота вечера, воскресенье с утра Я был в этом храме, значит, там местом читал, пел Там тоже, например, переодевался в гражданку и читал, пел, там служил То есть полтора года, значит, были, ну, в основном, вот в таком служении И, но начальник штаба меня не взлюбил И в секретную часть полка на постоянку меня не взяли Хотя бы они уже, было уже прописывали туда Потому что прапорщик с этой секретной части полка сказал Что тебя забраковали еще в военкомате На твоем деле написали верующие И как бы все, в черном списке Но последним вот этим испытанием Полтора года, последних полгода Было очень тяжелым в службе моей Потому что пришел новый родный командир И он был очень такой ярый атеист, понимаете ли? И очень избытных офицеров был Он был старшим лейтенантом А его отец родной был командующим военным округом Генерал-полковник И он вел себя очень так вот, ну так, понимаете ли, развязанно Нагло очень вел себя Даже на построении полка Все офицеры стояли смирно Перед командиром полка Сам командир полка стоял смирно на построении А этот лейтенант стоял вольно На глазах у всего полка Демонстративно показывая свое, ну Исключительность, свое превосходство И в полку его, ну и офицеры не взлюбили Я знаю точно Вот, и многие солдаты его просто, ну, возненавидели потом Вот, но Мишенью номер один он избрал именно меня Мне потом ребята рассказали Со штаба полка Ну, товарищи мои там, писари Рассказали, что, значит Что начальник штаба, когда говорил О нашей роте Он сказал, что рот образцовый в полку Но там есть одна паршива овца Которая все стадо портит Он считал, что я паршива овца Портящий стадо Хотя, что там я портил, я не понимаю Наоборот, чтобы все было хорошо Вот, но В его понимании, человек верующий Это избой, это отщепление цепрочи Вот такие были у него настроения И последние полгода Мои службы в армии были в основном В этом Ну, в карцере, да На гаутвахте И чаще всего в карцере Или же наряды Тяжелые какие-то моменты давали На полигоне Бог сохранял мою жизнь Хотя ноги отнимались Был случай, значит И живым я не должен был возвращаться Пару раз Но Бог меня возвращал живым Я в расположение рота возвращался живым И невредимым И это просто еще больше Злило этого офицера И он поклялся потом На обострение роты Что у меня будет дебиль ногами вперед Вначале помещал Значит, дисбабь меня отправить Все увольняться будут А ты можешь мне в дисбабе сидеть А потом пообещал Дебиль ногами вперед сделать Вот И вот Настолько человек был злой Не на меня, а лично То есть лично Он ко мне не имел претензий Как к солдату, допустим Даже Нелюбовь его началась С первого Прямо его посещения Он пришел в расположение роты В первый раз И не со взводными Не с прапорщиками Ни с кем не знакомился А прямо От Ну, от тумбочки Кричал Журавлев ко мне Все даже приглянулись Даже откуда Меня Он зовет Ни взводных Ни кого-то еще Я Ну, вышел Я сам был в недоумении Новый родный командир Меня По фамилии вызывает К тумбочке Я как бы В недоумении И по взгляду Я сразу понял Знаете, как вот просто Что Он меня оценил И как бы Избрал мишенью сразу И все Я понял Прямо в первый же день попал в наряд Значит, и Началась моя жизнь Такая очень сладкая Нелегкая И вот Последние полтора месяца Я провел Свою службу в армии Провел в карцере Вот То есть я сидел там недели И больше Но сам рекорд Это был вот полтора месяца В карцере То есть это полтора месяца Не спать Не есть Почти ничего Только иногда Некоторые офицеры давали Кое-что, что оставалось Откормление Значит А первые дни вообще ничего Не есть, не пить Значит, первые дни Потом стены лижешь Просто этим бетонным Это цементный мешок Как лифт грузовой Цементный Застрявший на полтора месяца Только лишь раз в сутки Ты видишь Значит, свет Значит, ну раз в сутки Давай дают Значит Туалет там По передуру Без он туда-обратно Вот, значит Ну, там в принципе Какой туалет Тебя не кормят вообще Вот, значит И Плюс еще дышал хлором А тем Потому что там Ребятам до меня Сделали аквариум У нас назывался Это Камера почти геометична Вот Она Ну Холодная То есть там И зимой, и летом Фактически одна температура Такая Нулевая То есть Это мерзнешь полтора Полтора месяца Мерзнуть Не спать Не есть почти ничего И самое страшное Не пить почти ничего Наливали полкушки Такой жижи Такой Которая, знаете Как баки моют Ну, опять Не буду все рассказывать Там просто Ну, это страшное место Одним словом Ломали всячески Ломали всячески Отбивали всю Кречень, бочки Отбивали Значит И Понимаете Значит И Ты там снишь Просто как дурак Просто теряешься во всем Теряешься уже И тебе уже все равно Знаете Какая апатия такая Приходит уже Первую неделю Две еще Держишься Потом уже Ломаешься И уже Когда месяц заканчивался Я был просто Как выжитый лимон Вообще Мне уже было все Мне побыстрее бы Даже в дисбах Куда угодно Я даже был готов Против себя Потому что Любу подпишу Лишь бы у меня выйти Знаете Как лаустрофобия Уже развивалась Такая уже Сидишь в этом Полумраке Значит И В этом холоде И Ну Да и мысли Всякие Лезвия такие Дьявол приходил Я так понимаю Потому что Мысли такие Лезвия Прям такие Дурные Что Ну и что ты Кому ты что докажешь И вообще Тебе что больше всех надо И вообще Как бы Вот И как-то себя жалко Вдруг становилось Так Вот значит И И А аквариум Который я описывал Передо мной делали ребятам Это Туда еще наливали 2-3 метра воды Холодной Ну почти Получалось Воды И совок Флорки бросали И закрывали То есть Буквально Через Минуту Вот такая Морда Все распухшее Все обожженное Харкает кровью Уже Вот еще Потом Эти люди И вот В общем-то Было То есть Наша часть Была очень такая Элитная Понимаете Значит И офицеры были Плотные Многие И многие Офицеры Издевались Очень жестко Конечно И наш карцер Он славился Значит Наш Значит Гаупахта Славилась Московской области Ну своим Изуверством Как я потом узнал Значит И В общем-то Были Ну как бы Методики Очень жестокие были Конечно И вот Находясь в таких Условиях Меня Сказали Наша рода Затупала в караул Значит И наш Писер Наши полка Наши Наши Роты Мне поведал Что На меня Уголовное дело И что Как минимум Полтора года Я должен быть Буду В дисбате Еще потом После Ну как бы Оттуда С карцера Вот Но Сказал Что Начальник Этого дисбата Московской области Куда меня Должны были Послать Это говорит Его дядя родной Этого Офицера Вот И В общем-то Они дебили ногами Вперед Ребятам уже Организовывали И сбивали Вешали И потом На самоубийство Списывали Все Так вот И зарги Очень многие Ребята не списали Вот значит И Ну которые Где-то Как-то Не сошли С ними Где-то Как-то Оказались Поперек Горла И Знаете И мне уже Рисовались картины Вот меня повесят Будут Значит Потом Отпишутся Что Самоубийца И все Значит Думаю Надо же А молодой Не хочется Мой призыв Уже весь ушел Фактически А я вот Один сижу Здесь значит И впереди Еще полтора года Еще значит И дебель ногами Вперед светил И знаете Мне как-то Грустно Стоилось Так ужасно Грустно Вот И Молился Молиться Запрещали Так вот Еще там Добавляли Еще сутки Добавляли Если там Что-то Но я Просто внутри Просто Возвратил к Богу И как раз Вспомнил Когда я Перед армией Как раз Считал Житие этого Георгия Победоносца И Как раз В честь именей Пересчитывал И В храме Там много было Литературы И мне еще Священник наш Отец Сам Мой тогда Духовный отец Он давал Как раз Домой на прочитку Литературу Но домой Было трудно брать Потому что родители Пресекали Сразу все это И Ну очень сложно было Разговоры такие Были плохие Даже мама говорила Что лучше ты был бы Пьяницей Людей Ремчин А тот не верующий Мы не переживем Потому что наш сын верующий Ты такую позорную семью Говорит Вот Наш сын Еще по полу будет Вообще Это вообще позорище А потом говорит Как ты сказал Почему не в синагогу И не в мечеть Почему ты пошел Вообще в храм Христианский Я говорю Мам Ну во-первых У нас в городе Нет ни в мечеть И ни в синагоге Я может пошел бы даже Посмотрел бы Интересно бы Но нету Вот Выбор-то невеликий Вот как бы Вот А во-вторых Говорю Я описал Как мог Свой опыт И Библию Как я понимал Как я видел Потому что Тот Бог С кем я пережил встречу Именно в Библии Он особенно Ну для меня открывался Особенным образом И Дорогие я вообще Библию читал Очень хорошо читал И жил этим словом Знаете Это Вот первый опыт С Богом Он очень Ну он самый незабываемый И потом даже Вроде отрекались от меня Было делать Это очень страшно Было пережить Был выбор последний Когда родители Сделали Еще перед армией Такой выбор Мне Либо мы Либо твой Бог Вот выбирают Делай выбор Это так тяжело Может у кого-то Был тоже такой выбор Я не знаю Или будет Но Это очень тяжело пережить Это очень При живых родителях С тобой не разговаривают Ростникам сообщили Что ты уже умер Вот что У нас только один сын остался Наш старший умер Все значит Я живой Но меня уже мертвым Посчитали Вот Странное конечно Такое было отношение Они там даже В комбарте ездили Даже отец Значит там Писал отказ Что все Значит он не сын Вообще При живых родителях Знаете Вот такое пережить Было очень тяжело Но мне было больно Того Что Я-то Опозорился перед Богом Но он мне дал шанс пожить Но Обычно Оттуда же не возвращаются И мне было тяжело Еще представить То что Как опозориться И мои родители Если придут перед Богом И не зная его Мои мамы и папы умерли И Значит Знаете Но перед смертью молились Молили покаяние И папа буквально Вот за несколько дней до смерти Он сам молился Уже молитвой Не просто повторял за мной А сам обращался к Богу Вот Проходят годы И люди меняются И Если мы служим Богу Если мы Любим Господа Да То Бог Ради нас Он спасает И тех Кого мы любим И цениваемся Кого молимся За кого переживаем Он спасает наш дом Он спасает Вот Наших близких Любимых людей И И знаете Там в карцере Я видел впервые В жизни видение То есть Я видел Бога Но когда Я выходил из тела А здесь Не выходя из тела Находясь в теле Я видел Иисуса Это было Ну Шокирующе для меня Я не знал Что такое возможно вообще И что такое будет Я просил лишь помощи Я просил поддержки Мне было очень тяжело А из мученика Георгия Я вспомнил тот эпизод Как раз Беридар мечтал Что его избили И бросили в Казимат И должны были казнить Но На утро Когда Лигонеры открыли там эти Двери Казимата Они К своему Ужасу Удивлению Увидели Здорового человека Не побитого Не мертвого От побоев А живого Здорового человека На своих двоих И Георгий Объяснил им Что к нему В камеру Пришел туда Иисус И его исцелил полностью И эти лигонеры Хотя понимали Что Поголовки не погладят за это А их казнят за это Но они исповедовали Иисуса своим Господом В тот день Их казнили В тот же день Но они покаялись Потому что Они соприкоснулись С чудом Живым чудом Божьим Не просто Которое внешне шокирует Христово чудо Оно не просто Внешне шокирует Оно Это чудо Оно изнутри человека Впечатляет Оно впечатляет Своей любовью Своей какой-то Непосредственностью Своей какой-то Частотой И подкупает Даже Совершенную любовь Изгоняя всякие страхи Даже страх перед смертью Это удивительная вещь В этом мире Ни с чем не сравнимая И вот Я верил Иисуса В том видении То есть Не выходя из тела Находясь в теле Хотя Я рассказывал Когда об этом Однажды Здесь в Киеве Мы жили в Киеве Тогда Там на Хайперском Снимали квартиру И вот Однажды Я свидетельствовал Об этом Военным Курсантам Будущим офицерам И Там были разные И преподаватели Были Офицеры И Курсанты Были Молодые ребята Я им рассказывал О своем Опыте О том Как видел Иисуса Рассказывал И после уже Собрания Ко мне подошел Один полковник Пожилой человек Врач-психиатр Военный психиатр Он преподает Как раз К психиатрию Военной Будущим врачам Военным И он сказал Что Я Он Послушал Вас И я понял Что вы видели Галлюцинацию Вот Очень Ну То есть Все очень Похоже на Именно галлюцинацию Потому что Целый месяц К тому времени Дышать хлором Быть в голоде В холоде Значит Почти не пить Значит Не спать Этот месяц И вот Это все Хорошие условия Для хорошей галлюцинации Но я Я извинился И говорю Господин полковник Я вот Не соглашусь Потому что галлюцинация Она Не меняет обстоятельств Она Касается Лишь Вот Вокруг тебя Людей И так было В том случае Но Опишу Вот по порядку Самое доведение Знаете Вот Я просил помощи Был избожден Очень сильно И вот Представьте Я к тому времени Уже месяц Не видел яркого света Вот Кроме как В коридоре Любический свет А так В полумраке Сидеть Сутками И вот Значит Ну Не сидеть Стоять Потому что Там никого мебели нет Просто стоишь Там Ну Приседаешь Отжимаешься Чтобы кровь разогралась Потому что Холод Жуткий А ты в этом ХБ только Значит И Что было Представьте Передо мной Стенка Как будто бы Исчезла Я вижу Яркий Яркий свет Но свет Такой яркий Но он Не резал глаза Он Согрел меня Вот что Удивительно Вот я К тому времени Месяц Уже Мерз Казалось Изнутри Уже померз Но самое интересное Этот свет Он каким-то образом Согрел меня Знаете Как будто Микроволновка Изнутри Согревает Как будто Меня изнутри Согрело Этот свет Меня как художника Печатлил Знаете Я Рисунком Увлекался Много И до Училища Художественного В школе художественной И до того Рисунком занимался И очень любил Свет тени Значит И Все время Я Впечатлял С этим Игрой Света и тени Но Знаете Меня свет Впечатлил тем Что он Не оставлял Полтонов Теней Он насквозь Проходил То есть Я был Внутри этого света И он Насквозь проходил Свет И он Теплый Меня согрел Так Настолько согрел Представьте Что Я еще две недели Там сидел В этом карцере Но я не остывал То есть Когда меня туда Забождали Я вышел Теплым Не холодным То есть Две недели Еще Этот свет Во мне Получается был Что еще Яркий свет Ну стена Как будто Пропала передо мной Просто Вместо нее Вижу яркий свет Ну первым Наверное Наверное Сошел С ума Потому что Как раз Накануне Еще офицера Подшучивали Заходят Новый рот В корову И ступает И к тебе тоже Заходят офицер Ну и ты Представляешься Опять И Они уже говорили Журлев Что ты Постоял У тебя здесь Вообще Значит И как бы Значит И парень Ты еще нормально Ты еще не рехнулся Значит И я аж испугался Думаю Ничего Что я думаю А ведь может быть и так И как бы Как Пушкин писал Не дай мне Бог Сойти с ума Значит И вот И что интересно Когда это началось У меня первая мысль Микнула такая Да шальная Что наверное Вот оно и есть Вот так наверное Сходит с ума Вот Но эта мысль Сразу же ушла Потому что Так хорошо стало Вообще Вот что Не в сказке Скотти пером Писать что называется Настолько хорошо стало И еще Завораживающе было То что в этом свете Внутри этого света Еще свет Хотя уж куда уж Ярче казалось бы И так ярко А в этом свете Внутри еще свет И это Иисус Сразу знаешь Вообще Там Знаете Интересно В духовном мире Все по другому Там не нужно Узнавать Кто это Допустим Представьте меня Покажите мне Представьтесь Кто вы Там Когда апостолы Были на горе преображения Помните Да Они сразу узнали Они не говорили Между собой Это наверное Кто там Илья Нет Может быть Это тот Нет Тот Они сразу Знали Моисей Хотя же они не видели Никогда Ни фотографии Ни картин Но они сразу Знали Кто это И Моисей Илья Моментально определили Там сразу Все понимаешь В общем В том мире И Интересно Я знал Что ты Иисус И он идет И приближается Ко мне Знаете Платье Не платье Но что-то такое Тоже И вот Вроде как Обняться хочет Вроде как И такой счастливый Знаете Как паровоз Вот такой Довольный Такой Вот Знаете Видишь Счастливого человека Да Вот момент Счастья Какого-то Особенного счастья А он Такой Вообще счастливый Такой Радостный Я же его Только на иконах Видел Но он такой Там Грустный Как бы Или депрессивный Даже бывало Бывало Страшный Ну Всякий Но Но не радостный Вот как бы Не видел радостного Иисуса А здесь Он такой Счастливый Вообще Это вообще Невероятно И Такой Довольный И вот Он идет Вроде как Обняться хочет И чем ближе Приближается У меня внутри Как будто бы Все мои Внутренности Кишки Все Как будто на паровой бане Вот кипят уже Понимаете Вот такое ощущение Что сейчас сердце Выплюнешь Просто Вот такое Прямо Но Так приятно Было И он уже Близко Уже Где Ну Как первый ряд И вот В этот момент Или я подумал Или это Мне так Пришло Так Откуда-то Но Что Довольно Достаточно И вот В этот момент Он перестал быть Видимым То есть Я опять вижу Стенку Света Нету Никакого Но Внутри Такая радость И Две недели Я был В таком Счастье И самое интересное Я Меня могли за психа Принять Правда Потому что Я 24 часа в сутки Улыбался Гоембле Знаете Такое Ну я Раз в сутки Когда Я уже Слышал Что По коридору Сейчас Ко мне Зайдут Сейчас Заступает Рота В караул И ко мне Сейчас Зайдут В конце Я Старался Изобразить Серьезную Физиономию Думаю Сейчас Как Псих Как Что он Радуется Поэтому Надо Все-таки Серьезное место Серьезные люди Надо Принять Многу Трагизм Как Но Кто там Немирович Не верил Не верил То есть Меня особенно Не верили Глаза выдавали Мою радость Видимо Я старался Не улыбаться Но Меня Аж воспирала Радости И я еще Себя сдерживал Знаете Мне что еще Хотелось Очень сильно Хотелось Кого-то обнять Мне так Хотелось Офицера Обнять Обнять Чтобы они Немного Почувствовали Что я чувствую Но Видимо Они Без обнимашек Чувствовали Все это Знаете Потому что Потому что Они меня боялись Ну Может Как псих Я не знаю Короче Они Заходили И Уже Не слушали Меня Офицер Не слушал Меня Просто Как бы Знаете Как будто Ко мне в офис Заходили Уже Не на правах Хозяева А вот так Вот Как будто Да Извините Закрывали Дверь И все Они Видимо Что-то Чувствовали Тоже Вот Ну я же Не кусался Все Нормально Вот Но хотел Обниматься Правда Вот И значит И остановлю Они только Уходили Я снова Расцветал В улыбке И улыбался И улыбался Чего И улыбался Я не знаю 24 часа Сутки Там же Не спишь Даже А Видимо Начальника Гоупарта Капитан Дурмасс Ну он такой Садист Правда Но Видимо У него тоже Что-то есть Такое Человеческое Видимо Понял Что Спавнить Что-то Не то Наверное Мне там Уже И хлебушек Белый И с маслицем И чай А мне Не хочется Я две недели Последних Не то чтобы Знаете Когда Много не ешь Кажется Что Привыкаешь Как в том Аненоте Мужик Другого Спрашивает Как твоя Лошадь Только Привык Не жравши Жить И сдохла Говорит Знаете Есть такая Привычка Не жравши Жить Нужно Седок Да Но это Вот И Значит И вот что Интересное Что интересно Вот А там Не от привычки Ты не хочешь есть А Не хочешь есть Потому что Ты наелся Внутри Вот Даже там Ананасы Рябочка Лжуй Как говорится Да Значит Ну значит Там не хотелось Ничего этого Вот Все это прошло Когда я вышел Из Галпахты Вот И Я видел Яркий свет И Все было Другое И вот Это вот Присутствие Оно Как бы Ушло А так Две недели Непрестанного Присутствия Но я не видел Больше ничего Не видел Видения Но Вот это Все переживал Я И представьте Это звучит Неливо Может быть Но Две недели Непрерывного Счастья Было Это А кстати Иногда Мысли Такие Все-таки Такие Трезвые Земные Приходили Ко мне Тогда Значит И мысли Такая Иногда Приходила Ну а Что если Все-таки Вот сейчас Мне отправят В дисбат Чтобы там Дембель ногами Вперед Обещают Где-то В этом дисбате Мне Но знаете Я тут же Эту мысль Крыл Чем Своим козырем Знаете Какой козырь у меня был Думаю Если с таким Иисусом Даже тебя Вот В ад отправишь И там Будет рай Вообще Это Это Удивительно Вообще И меня Не отправили В дисбат Вот Дембель Мне ногами Вперед Но тот человек Тот офицер Тот старший лейтенант Который Хотел Дембель На камеру Вперед Для меня Сделать Он сам Уволился Оказывается Я не знал Это сразу Я узнал Позже Спустя годы Я узнал Что его Из армии Оказывается Списали в гробу Трагический случай Его величество Случай Но как проповедники Многие говорят Его величество Случай Это псевдоним Его величества Бога Всемогущего Когда он Напрямую Не ставит Своё имя А подписывается Просто так Брыщ не вскочит Не то что Волосы Все сочтены Мессией Говорил Так что И что интересно Тот офицер Он погиб А я узнал Спустя годы От бывшего Прапорщика полка Тот того самого Кто меня в секретку Свапил На постоянку Ещё в первых Полгода моей службы Но которому По шапке было за это За меня Начальник штаба Говорит Ты что верующего В секретную часть Такого полка Козла в огород Вообще Ну И вот Я встретил Того прапорщика Уже не прапорщиком Уже обросшим С бородкой Диаконом В Москве Служил уже Я говорю Товарищ прапорщик Старшой Я говорю Старшой Одним словом Мы с ним пообщались Он меня сразу Умал Я его не сразу Он меня сразу Ну как бы Особист Он как бы В ряде Особист Память феноменальная Федографичная Он меня сразу Сережа Жрублев Отец Сергий Извините Благословите Батюшка Я его благословляю Вот мы Обнимаемся Вот Во правоостан Мы так Трижды Все целуемся А потом Туда-сюда Про армию И он Говорит А вот Знаете Что Что было С этим офицером Я же Никуда знаю Я же Так вот Мой дебиль Прямо с карцера Фактически Другие люди Увольняются Из армии А я Особождался Из армии В общем-то Я больше не видел Офицеров И тем более Этого Старшого лейтона Я не видел Меня как В штате полка Вручили документы Я такой Помылся Побрился А то Зашел В расположение роты Заросший Грязный Думыш Кстати Полтора месяца Не мылся Грязный Такой Вонючий Такой Заросший Там на трубочке Этот парень Я уж даже Полурота не знаю Новые люди Кто-то Дедушка Вот такой Последний С богикан Все уже Уволились Я подадил Последний Не знаю Что мне делать Дальше Короче Помылся Привелся В порядок Всегда в столовую Покушал И звонил Со штаба полка Дать документы Я Я пришел Начальник штаба Увидел Спасибо Взял документы И только меня и видели Два раза Мне не нужно было Показывать На КПП И я сразу Прямиком Оттуда И больше Никого не видел А этот прапорщик Мне бывший Рассказывает Диакон тогда уже А это же был Такой переполох По всей части Был переполох Да вы что А что случилось Короче Погиб И вообще Настолько нелепо Погиб Его тело не сразу Нашли Течение Унесло его В сторону Он был чемпионом По плаванию Вообще В луже Захребнулся Буквально Фактически Там та сторона Как раз где вот Эта часть наша Там песчаный берег Там нету На той стороне Там да Там можно погибнуть Но здесь Школьник не потонет А он чемпион Потонул Вообще Настолько нелепо Вообще Вот Но я думаю Что здесь Даже слухи ходили Что ему помогли Как бы Уйти В мир иной Но как бы то ни было Бог свидетель Что я не знал И не знал И не желал Ему никакого зла А сам Бог вступился Обещал Деберь ногами Вперед мне сделать Но сам из армии Уволился в гробу Страшная Да История Но когда я узнал Об этом всем Знаете ли Я еще понял Кое что Вот касающийся вас Касается зеницы Ока его А еще я понял Кое что Что Как важно Молиться Иисус Это не для красного Ставца Сказал А Ну как бы Конкретно сказал Что молиться За обижающих Гонящих вас Это наказ Потому что Бог хочет всех спасти А дьявол Хочет всех погубить И Некоторых людей Дьявол губит Знаете как Просто наталкивая На божьих людей Специально Вот как бы Знаете как Под автобус Бросают Значит специально Чтобы человек погиб Знаю что От соприкосновения С верующим Значит и будет Над верующим И погибет Быстрее Но у нас есть Секретное оружие Благословение Для этих людей Мы благословляем Тех кто За того офицера Я Увы Я не молился Вот Ну как бы Ну для меня был урок Как важно молиться И благословлять Тех кто гонит Обижает нас Не просто так Как людей А верующих в человека Это очень важно Потому что в таком случае Они не нас гонят А Бога нашего гонят Понимаете Вот это очень важный момент Да Дамы и господа Вот такая история И Хотя прошло столько лет Но Уже и Советского Союза Нет и армия Советская Слава Богу Нет уже Сейчас уже Другие времена Совсем Но Скажу что Слава Богу За все испытания Которые проходим Мы Они нас обваривают Кикатком И я думаю Яичку там В кикоточке Не очень-то И весело живется Знаете ли Значит И как посмотришь Как бурлит И думаешь Ему там сейчас Не до смеха Знаете ли Вот значит Но И когда мы провариваемся То это как бы Ну порой нам это не очень нравится Конечно Да не думаешь Что там Мы же не садомазофисты Какие-то христиане Знаете Которые нравятся испытания Гонения там Хотелись такие Я встречал Такие Недро Братик Они там Манились Бог Да я там Гонений Там больше Ну Садомазофисты Какие-то Вот они Они просят Еще больше Кикатка Но обычно Нормальные христиане Такого не просят Никогда И нормально Относятся К испытаниям Да Но Сами Огонь на себя Не вызывают И Здесь нечего Тебя аж Кирвать На себя Знаете Вот такие Вот Но Когда приходят Они Нас Обдают Кикатком Не для того Чтобы мы Бог Нас Чтобы Эммануэль Это мечта Божья Мечта Еврейского народа И мечта Самого Создателя Эммануэль Во мне Бог В нас Бог Внутрь Нас Бог Христос В нас Упование Славы Вот есть Мечта Божья Слава Иисусу Христу И пусть Господь Благословит Утешек И Ребята Девчата Держитесь Иисуса Христа Что бы Не было Какие бы Не были Там Даже страшные Вот Как в моей жизни Выборы были Вот Первое испытание От самых близких Дорогих людей С которыми Всю жизнь прожил Вот Но Не пожалеешь Выбери Иисуса Люби Всех И те Кто даже Страшный Выбор Тебе дает Но Выбирай Всегда жизнь Выбирай Жизнь И ты не прогадаешь И те Кто Сейчас По другой Сторон Барикады Тебе Пытаются Навязать Своё Что-то Бог Их спасёт Продолжай Любить Их Благоставлять Их Молиться За них Бог Их Спасёт Ради тебя Ради любви Тебе Он спасает Всех Кого Ты Любишь И ценишь И уважаешь И за кого Переживаешь За кого Молишься Все эти Переживания Это тоже Как такие Русские Каналы По которым Божья Река К ним Тоже Хлынет Однажды Слава Богу И Моя бабушка Старая чекистка Старая коммунистка Ветерана НКВД И ещё до войны Дедушка Был полковником НКВД И ещё до войны И они сделали Карьеру В ЧК Потом НКВД Называлась Система Старая коммунист Ещё до тех времён И бабушка Умирала Ей было за 90 Но знаете ли Перед смертью За полгода Она покаялась Всю жизнь Была такая Железная леди Отрицала Бога вообще То есть К ней было бесполезно А религиозные вопросы Какие-то вообще Подходить Такая Знаете ли Была Очень жесткая Женщина Такая была Вот и Но Бог Даже жесткую Женщину Такую Смог смирить И Опять-таки Его величество Случай Представьте себе Ей было уже За 90 Она Выходит себе Из дому И там Какой-то мужчина Неправильно Парковался Короче Не смотрел В зеркальце Короче Сбил её Бабушку И скрылся Даже не оказал Первой помощи Благо там соседи Выскочили Короче Вызвали скорую Она Ей было за 90 Ни разу в больнице Не лежала Такая крепкая Такая У той закалки Ещё женщина Вот и что интересно Значит Оказалась В больнице Переломы были Значит там И вот Она была Уже сидячей Лежачей Но уже Вот не стоячей Даже Вот как бы Но самое интересное Вот Даже такой несчастный случай Казался бы Трагический случай Бог обратил Во благо Уже находясь Уже на койке Да В дом Уже Потом Лежала Вы знаете Она настолько смирилась Вообще Её Даже родственники Не могли узнать Настолько мягкой стала Настолько кроткой Вообще Как ягнёночек Просто Лежит себе Как ягнёночек Я когда пришёл к ней Приехал В Чебоксар туда То Она Старая еврейская женщина Но вот Она Отрицала Бога Видимо Враждовала Против него Она рассказала Что её родители Мои прабабушка Прадедушка Ещё Тогда в 19 веке Ещё отреклись От Бога От синагоги И Не ногой То есть они Как бы В революцию пошли И как бы Вот сами Вот эти вот Погромы Тогдашние Они знаете Молодёжь Попнули Многую еврейскую Именно В революцию В то чтобы Ведь они делали Это всё Ну как бы Даже кровавые Такие дела С верой В светлое будущее Считали что Потом Потомки Спасибо скажут Им за то что Они сделали Это всё Сейчас не понимают Люди Потом поймут Как бы Потом спасибо Скажут Вот и ради этого Они Вот как бы И себя не жалели И Других не жалели Не щадили Вот То есть Многие были Искренние люди Хотя Вот Во зло К сожалению Трудились И вот И она Помолилась Со мной Молив И покаяние Мы вместе молились Я когда предложил Я только предложил Она сразу согласилась И вместе молились И я за неё Помолился И настолько Вот это присутствие Бога Я видел Как эта бабушка Она Примеряется с Богом Приходит к Богу Думаю Лучше поздно Чем никогда Лучше под занавес Но прийти к Богу Чем уйти И не познав Милости Бога Потому что Я многим говорил Что не дай Бог Оказаться перед Любящим Богом Не имея в себе Его любви Не дай Бог Врагу не пожелаешь Потому что Это самая несчастная История Я не знаю Что могло бы быть Дальше в моей жизни Вечности Просто Бог Помиловал меня И вернул Но не дай Боже Оказаться Я очень благодарен Богу Что имею возможность Пожить еще Пожить еще У меня У меня сейчас служение У меня жена Шестеро детей у нас У нас нет Три мальчика Три девочки И И вы знаете Ставшие 23 Да Младшие 10 лет Вот и Вот будут скоро 10 лет И значит И вы знаете Да Бог там Трех мальчиков Три девочек Хотя Что интересно Когда мы поженились Нам тоже Нам говорили врачи Что детей у нас не будет Представьте С первого ребенка Просто воевали Со вторым Было чудо Вот недавно Там был день рождения Коли 21 год уже Уже Тинейджер И Значит И Представьте Когда он Был еще в утробе матери У него было Тройное обвитие Пуповинины И на пуповине Был узел И к нему Больше месяца Ничего не поступало Как он выжил Один Бог Только знает Всемогущий И когда После родов Ну извиняюсь за подробность Ну такая подробность Врач показывал Эту пуповину Значит На ней был узел И он черно-зеленый И Вот здесь здоровая часть И здоровая часть А вот здесь вот Черно-зеленая И он как-то лишь Снега потянул А на лопу И черно-зеленая Жюнь потекла То есть Это подтверждение того Что в Больше месяца К нему ничего не попадало То есть Как он выжил Один Бог И Бог знает вообще Хотя врач был неверующий Но точно Без Бога не прошлось С третьим ребенком Когда Врач смотрела В другом же городе Были роды Малычок Ставились такие роды Врач смотрела Ну не может быть Что у вас уже Третья беременность Третьи будут роды Ну невероятно Вы не должны даже Одного раза Убить беременность По всем этим показателям Медицинским У вас вообще И матка не развита И вообще там У вас невозможно Зачатие С этими показаниями И третья беременность И третий род Невероятно А медсестра Задает вопросы Заполняет анкету И спрашивает Ну а кем муж работает Батюшка Священнослужитель И врач А у них все может быть Говорит Хотя так вот не может быть А у них все может быть Вообще Хотя это против науки Вот так Дамы и господа Но не должен был батюшка Неряса Делать чудеса Знаете Это как Великий украинский реформатор Еще 18-го столетия Сковорода Григорий Савич У него там есть такая ода Мне очень понравилось Орясе И он сказал так Что Мысль звучит так примерно Оряса Как мало кого ты сделала святым И как много святых ты сделала не святыми Когда так у него мысль звучала интересно Ему же предлагали Киево-Печерский манафий Орясу одеть И последние годы провести В лавре великой Быть столбом веры В лавре великой А он написал Ну он такой Григорий Савич За словом в карман не лез Значит И Правду матку рубил Знаете ли И написал Лавровским этим Монахам Довольно вазговать Столпов окаянных В этой Вавилонии великой Чтобы мне еще раз одевать Вот так вот Ну Григорий Савич Он Молодец Ладно Я уже из корону вспомнил уже Пора уже закругляться А в конце Хочу вас благословить Что бы вам люди не говорили Специалисты Как там врачи говорили Это и в Москве И в Рязани Что детей у нас не может быть Но Бог на вас шестерых родить Знаете ли Какие бы прогнозы Вам не говорили другие люди Разные люди Уважаемые люди Влиятельные люди Да Знаете что есть Бог Который Если как вот вы Яичка Да Варитесь В испытаниях То он внутри вас И Если вы как огурчик В этом рассоле Главное не будьте малосолом Знаете Вот когда окунулся Вкунулся Вот так вот Это лишь на шкурке Только будет слегка солить А вот внутри Будешь так уже Вот как вот И братья в поглядке Значит Поэтому Важно пропитаться Всем этими солями Если огурчик То будь настоящим Баптистским огурцом Да Вот товарищи огурцы Хочу вас благословить Взял такой Мессианский Мой любимый талит Алитули Алитули Я очень люблю Этот талит Здесь тексты Из Ветхого Из Нового Завета О мессии Уже пришедшей И люблю Благословение Очень люблю Это благословение Его на русский Очень трудно перевести Вообще На любой современный язык Потому что Очень много смысла В этом благословении Некоторые слова Этого благословения Имеют на современном Русском языке До 70 значений И это благословение Не только Имеет ввиду Благословения Чисто духовные Оно имеет благословение Все И здоровье И финансы И ум твой И вообще Все сферы жизни Твоей Успех Счастье твое Семейный счастье Все абсолютно Включено в это благословение Если полностью взять Расширенные переводы Этого благословения Это в четвертой книге Моисеева В числах В шестой главе Сам Бог Всемогущий Дает это благословение Моисею Моисей передает Аарону И его сыновьям И говорится Чтобы этим благословением Благословяли сынов Израиля Но не только для евреев Тогда Там В той ситуации Исхода В том исходе Не только евреи были вышедшими Там было много и неевреев Есть предание еврейское Которое уже не просто предание А уже историческим фактом является Археология подтверждает Сегодня это предание Что Далеко не все евреи вышли Это предание говорило нам С Моисеевых времен Устное предание О том что Примерно треть всех евреев Проживавших в Египте Так и не поверила Моисею И не пошло за ним И так и остались они в Египте И отпали неверием Природные эти ветви Но в этом предании Дальше говорится Оно предание было еще С древних времен Передавалось Что За место до трети отпавших Неверием Евреев Оставшихся в Египте Бог всемогущий Совершил великий гею Великое привитие Диких по природе Ветвей С разных народов Земли Проживавших там В Египте Верою Многие из них Были далеко не бедными людьми Многие из них Ну если рабам Кроме цепи Нечего терять было То многим этим людям Приходилось оставлять Свои дома Свою карьеру Бизнес Земли свои Но они оставили все И пошли за великим Богом Израиля И они вышли из Египта Примерно треть Если треть То это больше миллиона человек Господа Это не так и мало И для всех их И тех кто Поэтому Пасха Допустим Другие праздники Песня Это не просто праздник Еврейского народа Это праздник Господний И для всех верующих Не важно какой ты Еврей Украинец Американец Африканец Русский Беларусь Не важно кто в тебе Важно какого ты духа вообще Если кто Духа Христова Не имеет То ты не его вообще Как бы он ни назывался Не именовался Кто Духа Христова Не имеет Тот вообще Несчастнейший человек Но кто Духа имеет Христова Тот счастливейший человек Аминь И я благоставляю вас В Духе нашего Христа В Духе Святого Пою это благословение Примите это благословение На вашу жизнь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Господин виноградника В сегодняшнем Идти и нести Это Евангелие Спасение Благодати Во Христе Иисусе Для всего человеческого рода Благодарю тебя Что верующий в тебя Не мертв А жив Верующий в тебя Не судится Но перешел От смерти в жизнь Благодарю тебя Всемогущий Господь За твою жизнь В нас Благословен Я прошу тебя Благослови молодежь Особенно Господь Божий Тех, кто Начинает путь свой Христианский Божий Помоги Никогда не сворачивай Идти за тобой всегда Божий Укрепи Господь Вдохнови И пусть Господь Божий Как пелось В этих прекрасных песнях Божий смогущий Пусть Божий Наша жизнь Будет Господь В твоих руках Непрестанно На алтарь Воположенный Господь Божий И да прославится Твое Святое Имя Через нас Аминь Будьте счастливы И благословенны До встречи И на земле И на небесах Давайте поблагодарим Еще раз Отца Сергея За слово На самом деле С этой сценой Часто говорятся Простые вещи И банальные истины Но нам нужно И слышать И я верю Что рано или поздно Мы начнем Что-то применять Твою жизнь Спасибо вам Хочу поприветствовать Те, кто первый раз Сегодня с нами Можете руку поднять Есть такие люди? Поприветствуем Есть Один человек Вижу Есть еще Кто первый раз Сегодня? Здравствуйте Рады вас видеть Рады нас видеть Взаимно Что вы тоже Рады нас видеть А есть люди Говорит закачиваю Ладно Есть свидетельства Ну давайте Такое свидетельство Было сегодня Во время проповеди Я думаю У вас тоже что-то есть Потому что Я подумал недавно Что мы на себя Слишком много берем Реально Вот мы Как люди И как верующие На себя Очень много берем То есть мы думаем Что у нас в жизни Что-то получается Только потому Что мы такие крутые Потому что мы Не курим Не пьем И раз в неделю Читаем